Прямо дух захватывал. Некоторые проигроки уже защищали даже морковку есть. Проигрывает специально. И бах, и готов. Отравился, температура, все, приехали, черт знает откуда, летели там 10 часов. Много всяких договорных матчей. Всем привет, ребята. Ну, хочу вам представить всего нового гостя, очень молодого перспективного теннисиста, будущего звезда и уже финалистка юниорского парного US Open Александр Сгировский. Здравствуйте. Рад видеть вас в гостях. Я тоже рад вас видеть. Ну и, как всегда, и начиная с вопроса такого простого, но интересного, думаю, всем. Расскажи, как ты готовился к новому сезону и вообще, какие поставил себе цели? К новому сезону готовлюсь в Минске. В принципе, как и обычно. Вот. Подготовка проходит, в принципе, спокойно. Вот. В штатном режиме. Единственное, что университет немножко вмешивается, но, как бы, знаете, без трудностей не бывает, в принципе. Вот. Цели. Цель на следующий год. Я себе поставил войти в топ 500. Вот. С одиночного рейтинга. Вот. Парный рейтинг. Не знаю, как будет идти. Посмотрим. Вот. Ну и продолжать прогрессировать каждый день на каждой тренировке. Становится лучше. Получается, вот в прошлом году, в 2018-м, ты сыграл впервые на таком, можно сказать, крупном взрослом турнире. Курки Дэвиса. Расскажи про свои впечатления. И сразу ли ты почувствовал такое очень большое отличие от юниорского тура? Да. Сразу почувствовал. Потому что, во-первых, ты хочешь на стадион, который больше раз в десять, чем обычно я играл. Там было, по-моему, стадион на три тысячи человек. Вот. Я думаю, что пришло где-то полторы-две. Вот. И это было сначала волнительно. То есть я вышел, сразу там рев трибун, меня представляют. Вся такая атмосфера. Сначала так прямо дух захватывал. А потом как-то втянулся, сосредоточился на игре. Вот. И как-то уже вообще не думал ни про зрителей. Ни про что, кроме тенниса. Вот. И это было очень круто. Мне очень понравилось. Вот. Я прямо тогда такой счастливый был после матча, несмотря на то, что проиграл. Вот. Но я запомню эти ощущения. Очень хочется снова их почувствовать. Как считаешь, если бы матчи проходили тогда на Харде, результаты были бы иные? Я думаю, что да. Потому что специфика нашей страны такова, что такого количества грунтовых кортов, как в Европе, у нас нет. У нас в основном хардовые. И мы вообще играем большую часть сезона в зале. Вот. Несмотря на то, что мы там тоже играли в зале, но все-таки это был грунт. Вот. И для словаков он был более удобен. И в том числе для меня хард было бы лучше. Ну, тем более с тем соперником, с которым я играл, который левша, который очень сильно круть, который реально грунтовик. Вот. Поэтому я бы предпочел бы с ним на Харде лучше играть. Ты в новом сезоне будешь выступать примерно одинаково и в одиночке, и в паре, или делаешь акцент на одном чем-то? Я буду играть и то, и то на каждом турнире. Как будет получаться. Если где-то буду попадать в парня с кем-то, но в основном, конечно, буду всегда играть в одиночку. Вот. Если буду находить партнера, то пару тоже как бы. Я думаю, что акцента какого-то такового не будет. Будет просто акцент на самосовершенствовании постоянно. И все. Будь то одиночка или пара. А есть у тебя кумиры в теннисе и игроки, за которыми ты смотришь и которые тебя вдохновляют на подъемы? Я с детства болел за Надаля. Ну, где-то лет до 12. Потом взгляды начали меняться. Мне стал больше нравиться Федерер, потом Джокович, потом снова Надаль. Я бы даже не сказал, что есть какой-то один кумир. Есть просто вот группа игроков, которые мне нравятся, которые меня вдохновляют. Ну, опять же, это вот эта большая тройка. Федерер, Джокович, Надаль. Вот. От каждого стараюсь брать их лучшие качества. Вот. И как-то в себя внедрять. В этом году у тебя стоялся первый финал на турнире Большого шлема в Янилажске. Как я уже отметил, скажи, сильно расстраивался то, что вот не хватило решающего вот шага, чтобы играть? Ну, знаете, всегда расстраиваешься, когда проиграешь в финале. Это, наверное, самое больное поражение, больное, какое только может быть. Но, как бы, я полностью отдал себе отчет в том, что я сделал все, что мог в том матче. И винить себя было не за что. Ребята с Америки сыграли просто фантастические, особенно важные моменты. Вот. И, в принципе, я остался довольный своей игрой. Конечно, хотелось выиграть, но не сложилось. Так бывает. Спорт. Как на твой взгляд личный, вот этот вот момент, то, что в паре, ну, кроме вот турнира Большого шлема, пожалуйста, там решающее очко в паре, при счете 40-40. Это такой элемент рандома, и желательно будет делать все-таки с тем больше и меньше, по-твоему? Знаете, это добавляет зрелищности матча, потому что все-таки вот это решающее очко, трибуны замирают. И вот очень много на этих решающих очках решается, собственно, в матчах, грубо говоря. Один-два мяча просто вот решает, выиграл ты или нет. Вот. С одной стороны, да, вот этот вот процент, не знаю, как сказать, случайных побед, может быть, он выше, когда решающее очко, а не больше и меньше. Но с другой стороны, это более интересно, более зрелищно и более волнительно. Вот. Что, соответственно, делает вообще сам теннис более интересным. Вот. Так что я думаю, что это хорошо для тенниса, что есть такое. Смотри, вот вы постоянно, в общем, часто в следующем случае едите бананы в переходах. Скажи, они действительно вот по ощущениям помогают как-то восполнить энергию, или вас просто к этому так приучили, это так можно автоматить? Знаете, я думаю, что это индивидуально. Кому-то нравится, то есть я знаю ребят, которые едят много бананов при матче, я знаю ребят, которые вообще их не едят. Кому-то идет, кому-то нет. Для меня, мне лично, они помогают. То есть я без бананов вообще, наверное, последние, может, лет шесть, я ни одного матча не провел без бананов. Потому что я пробовал тренироваться без них, но я чувствовал упадок сил, мне чего-то не хватало все время. И поэтому как бы я их все время ем. Но кто-то может без них, кто-то это заменяет чем-то. Вот там некоторые проигроки уже даже морковку есть во время матча, может быть, вы видели. Кто-то батончики едят, кто-то там какие-то специальные смеси, растворы. Я думаю индивидуально, но лично мне бананы помогают. Можешь ли ты назвать теннис любимой работой? Да, определенно. Вообще теннис это просто замечательная вещь. Ты занимаешься любимым делом, ты ездишь по миру, и еще у тебя есть возможность зарабатывать себе на жизнь этим делом. То есть это вообще, ну это очень круто. Немногие люди могут похвастаться таким, что их хобби, их любимое дело является их работой. И я просто счастлив, что у меня есть такая возможность. Смотри, ну получается в наше время, когда в возрасте ребята любят там где-то потусить, погулять часто, но то есть они должны быть в основном дисциплинированы. Вот у тебя не возникало желания, когда у тебя был лет 16, не ходить на тренировки, там может быть пойти в это погулять, оторваться? Нет, я думаю это еще зависит от целей, которые перед собой человек ставит. Если у него достаточно высокие цели, он о них постоянно помнит, приходится делать выбор постоянно. То есть либо ты идешь на тренировку, либо ты идешь отдыхать. И у меня как бы всегда выбор стоял в пользу тренировок. Никогда такого не было, что я там шел куда-то, не знаю, тусить или с ребятами общаться вместо тренировки. То есть если это, допустим, воскресенье, когда ты отработал хорошо уже неделю, то ты можешь себе позволить пойти с ребятами встретиться, отдохнуть, как бы перезарядиться, чтобы на следующей неделе выдать еще лучше. Вот, но ни в коем случае это не должно быть там замены тренировки или каким-то постоянным действием. Скажи, какие у тебя в голове мысли, когда у соперника, когда у соперника смотришь там матчболк? Мысли... Сложный вопрос, потому что иногда они бывают, иногда их нету. Вот, иногда бывают мысли, что как бы, нет, я буду бороться до конца, я все равно просто так ничего не отдам, нужно будет выиграть самому. Вот, иногда мысли вообще нет, иногда просто сам играешь. Иногда бывают какие-то негативные, которые нужно сразу же отгонять, иначе проиграешь сразу, грубо говоря. Вот, по-разному. Не могу сказать, когда, в какой момент, как пойдет. Смотри, часто вот в теннисе, но в женском и мужском, как бы, во время того, когда идет гейм твой подачи на матч, часто все возникают камбаки. В твоем случае тебе сложно вот как-то эмоционально гейм вот при подаче на матч? Ну, я думаю, что, по сути, это от того, как ты себя настраиваешь на этот гейм. Если ты прям такой зажатый, что вот надо прямо сейчас выиграть этот гейм обязательный, иначе все, иначе конец света, то тяжело, конечно. Если ты настраиваешься на этот гейм абсолютно так же, как на все остальные, настраиваешься работать за каждый розыгрыш, вот, то я думаю, большая разница это не сыграет, будь это первый гейм, будь это, грубо говоря, последний гейм. Вот, так что, опять же, как ты себя на это настроишь? Я стараюсь себя настраивать, что это такой же гейм, что просто работаю каждый розыгрыш. Потому что можно себя накрутить так, что вообще не сможешь выйти, вообще не сможешь ни одной подачи нормально сделать, или там удара. Вот, поэтому, по крайней мере, я стараюсь делать так. Смотри, когда вот ты только начал уже активно, скажем, путешествовать по миру на турниры, для тебя было сложно адаптироваться к постоянной смене часовых поясов, вот, постоянным этим перелетом или как-то... Да, было определенно сложно, особенно, когда малой был, когда еще не понимал толком, что происходит вокруг, когда мог съесть что-то не то, или пойти что-то поделать, то, что не надо было вообще делать. Но, в основном, это касалось еды. То есть мне хотелось кушать, ну, как бы и сейчас хочется, но сейчас я уже больше себя контролирую. А тогда я мог пойти съесть что-то, знаете, какую-нибудь местную кухню, которую вообще никогда в жизни не ел, а завтра у меня матч. И бах, и готов. Отравился температура, все, приехали, черт знает откуда, летели там десять часов, а я взял там что-то, закинул быстренько, думаю, ну, ничего страшного. А потом на следующий день уже... Упс, сюрприз. Наступает плохое состояние. Сейчас уже лучше, сейчас уже перед тем, как куда-то лететь далеко, я уже начинаю писать про эту страну, что там можно кушать, что нельзя, как себя вести, какие там, не знаю, обычаи, порядки, законы, чтобы нормально там себя чувствовать. Вот, и готовиться начинаю, возможно, если это будет там длинный перелет, может быть, какой-то там препарат для сна, к примеру, чтобы совсем не было такого, чтобы сбивался сон. Вот. Так что сейчас в этом плане уже стал более профессионален, скажем так, чем я был раньше. А вообще много себе в чем вот приходится отказывать, чтобы вот быть всегда в тонусе, чтобы, ну, ничего там лишнего? В плане еды? Ну, на самом деле в плане еды пока я себя еще не так ограничиваю, то есть у меня нет какой-то такой строгой диеты. Понятно, что мне не надо идти там, к примеру, есть там полкилограмма мороженого перед матчем, все в разумных пределах. Но так, чтобы я прям себе что-то вот запрещал, такого нету. То есть если я хочу, я там беру это и кушаю, но опять же в разумных пределах. Вот, это тоже бывали случаи, там, перебор со сладким раньше. Вот, сейчас уже лучше стало. Ну, нет, такого, что вот, что прям запрещать, такого нет. С левшой намного неудобнее играть, чем прям так лучше? Нет, мне с левшой играть удобнее. Просто потому что я сам по жизни как левша, грубо говоря, то есть других видов спорта, там, футболе, баскетболе, там, не знаю, настольный теннис тоже левый. И мне, в принципе, понятно мышление левши. То есть я могу понимать, что он думает, как он будет играть, эти траектории для меня более привычны. То есть мне реально чаще всего играть с левшой попроще будет, чем с правшой. Чисто вот из-за этого. Не знаю, как так получилось, но так. В паре, когда ты играешься, выброс с партнером вовремя матчей на разных, или же перед матчем выбирается кто-то, кто станет принимать какие-то тактические решения? Знаешь, это уже проясняется по ходу матча. Потому что бывает так, что мы что-то планируем, что-то загадываем, а в матче складывается совсем другая картина. Вот, и поэтому это уже становится видно в процессе игры. Кто-то, допустим, лучше принимает, вот сегодня конкретно. Значит, он будет брать большую часть решающих мячей на себя. Или там кто-то с лёта хуже, к примеру, он где-то постоит сзади. То есть, ну вот так, это всё зависит от конкретного дня, от конкретного момента. Вот, но как бы в матчах чаще всего я стараюсь на себя брать ответственность, вот эти решающие мячи, там, не знаю, какие-то комбинации придумывать. А заранее какие-то заготовки с партнером бывают, делаешь? Да. Заранее до матча мы проговариваем, к примеру, какой-то базовый набор комбинаций, который мы будем делать на подаче, на приёме, с игры. Обсуждаем, как бы, соперников, что они делают. Если получилось, смотрим их матч. Вот, чтобы понять примерно какие-то, ну, повторяющиеся паттерны, которые они делают. Вот. Но не более этого. Это такой вопрос тоже интересный. Если бы вам, как теннисистам, запрещено делать ставки на теннис? Да. Если бы это было можно, ты бы ставил на теннис? Ну, я даже не знаю, как сказать. То есть, на данный момент это запрещено и даже мыслей таких не может быть. Но, наверное, если бы это было запрещено, там, многие бы это делали. Вот. Но я думаю, что если бы это было разрешено, теннис был бы другим. То есть, было бы очень много всяких договорных матчей, всяких вот этих, знаете, ситуаций, когда вот просто игрок выходит, проигрывает специально. Вот. И это уже, как бы, часть самого спорта, самой любви к игре, страсти к игре, её бы не стало, наверное. Просто были бы только деньги и всё. Вот. И я думаю, что даже если бы это было разрешено, я бы, наверное, этим бы не занимался. Вот. Потому что всё-таки я играю в первую очередь в теннис за то, что мне нравится. Это, там, не из-за каких-то, там, не знаю, денег или, там, не знаю, статуса. А бывает очень, когда вроде как тебя ничего не беспокоит. То есть, там, не физически, не там, живота, ничего такого, но вот тебе просто вот не хочется вот сейчас играть. Да. Такое бывает. И это нормально. Это случается со всеми. Потому что, опять же, новый день, новое какое-то самочувствие, состояние. Там, опять же, перед матчем, может быть, кто-то там тебе не так что-то сказал. Или какую-то, там, плохую новость получил. Это тоже на тебе сказывается. Вопрос только в том, можешь ли ты себя контролировать и держать в ровном состоянии каждый матч. Вот. Потому что, если начать распускать себя, то это начнет случаться все чаще, чаще и чаще. И потом уже не можешь себя никак держать. Вот. Я вот этому учусь как раз таки сейчас. Чтобы держать себя, чтобы не позволять себе распускаться, там, каким-то мыслям, мол, я уже устал. Типа, да ну, зачем это все надо? Нет. Бороться, бороться. Только так. Ну и такой вопрос в конце. Ты где начнешь старшую сезону? Старшую сезону в Минске. Я сыграю чемпионат Республики Взрослый. Вот. А потом уже буду играть в взрослые турниры. Там по разным странам, как будет по календарю складываться. Ну, в основном, в Европе пока что. Вот. Потому что там категория турниров примерно одинаковая. А по затратам намного дешевле ехать, там, в Польшу, не знаю, в Чехию какую-нибудь, чем в Индии. Ну, смотри, будешь стараться приспособить свой ИГУ? Ведь на взрослом турнире, получается, идут этапами. То есть хард, потом немало матчей в турнирах на грунте. Да. А ты как бы пока в основном на харды привык играть. Будешь себя стараться приучить ко всем покрытиям? Или же все-таки будешь стараться только на харды? Буду стараться приучать себя ко всем покрыть. Но пока что на том уровне, на котором я, там есть, по сути, только хардый грунт. Там травы еще нет. Наверное, когда уже где-то там 250-200 буду, вот тогда уже будет трава вмешиваться. А так пока только хардый грунт, да, и буду стараться миксовать. То есть, ну, как правило, это начало сезона, первые три месяца это будет хард. Потом до сентября это будет грунт. Ну, преимущественно. Вот. И потом снова хард. Я думаю, что будет по месяцев 7 будет харда и месяцев 5 грунта в моем расписании. Вот. Ну, спасибо тебе, Саша, за такое видео. Спасибо. Спасибо вам. Интересно. Хочу пожелать тебе удачи. Спасибо. Подъема уже во взрослом туре, вот, так скажем, легко в него войти и, так скажем, стабильно задержаться там как можно быстрее уже в первой сотне. Ну, спасибо, Саша. Вот. Ребята, всем вам тоже желаем удачи. Вот. И увидимся. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok